Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили за реальные деньги СУ-76И. Я лично считаю данную ПТшку одной из лучших на третьем уровне, но кто у нас на третьем уровне сейчас играют? В основном покупают для того, чтобы потом перепродать. Поэтому если вдруг вы присматриваетесь к этому наборщику для того, чтобы обналичить СУ-шку в голду, то знайте, вы за нее получите ровно 1000 золотых монет. Что касается самого набора. Мой ценник может отличаться от вашего. Я смотрю предложение через Steam. Ну, возможно, у вас на вашей платформе ценник будет другим. В моем случае это 3 доллара. И за эти 3 доллара мне предлагают СУ-шку, которая стоит в голде 1000, если ее продавать. Мне предлагают КАМО со странным названием Обжигающий Барьер. Как они эти названия придумывают, не знаю, но КАМО является анимированным и в целом смотрится довольно-таки неплохо на многих машинах. Что касается киткоинов, то могли бы положить и побольше. Все-таки голды не так уж и много мы имеем, продавая данную СУ-шку, если берем ее именно с этой целью. Здесь получите 585 зеленых монет. Ну и получите 10 сертификатиков по X5, которые подходят на любые тачки. Открытое оборудование не считаю какой-то ценностью. Можно еще сказать, что если СУ-шку продавать будете, то вы получаете слот в ангаре, который стоит 250 золота, если просто покупать его через игровой магазин. Вот такое вот предложение. Давайте перепрыгнем на Wargaming Game Center, потому что стим у меня безумно тормозит. И попробуем выкатить СУ-76И из ангара. Ну что ж, друзья, перепрыгнули на Wargaming Game Center. И давайте, как обычно, заценим самое важное, по моему скромному мнению, в любом танке. Это его орудие. Ну, в нашем случае, в ПТ-шечке. Я очень доволен данной пушкой, и если бы на третий левел пускал гораздо быстрее, чем это происходит сейчас, то играл бы, наверное, и почаще на данной СУ-шечке, и считаю ее довольно-таки имбовой тачкой. Угол склонения орудия вниз минус 5, но в целом на ровных картах играется вполне себе приемлемо и довольно-таки приятно. Время перезарядки очень долгое для своего третьего уровня, в целых 12,5 секунд. Но при этом, ребят, вы накидываете урона 180 единиц. А этот урон, как правило, у нас на шестом левеле, а здесь тройка, как ни крути. И что касается пробития, то в целом вполне достойно. Если что, можно заряжать подкалиберные, которые пробивают целых 102 миллиметра. Урон в минуту для своего уровня третьего в 865 единиц с учетом оборудования и амуниции, я бы сказал, очень даже-таки неплохо. Что касается веса машины, она весит 466 единиц хп. Ну, то есть понимаете, что ваше орудие может вынести 2 таких сушки за минуту с копейками боя. По-моему, довольно-таки неплохо. Мне лично очень нравится. Ну что, поехали, попытаемся покатать сушку. Посмотрим, сколько времени займет заход в бой. Ну, а там уже продолжим обсуждение. Ну что ж, друзья, попали в бой и стоит отметить, что данная ПТ-шка вполне себе подвижная. Она вполне комфортная в отношении передвижения. Да, у нее немножечко страдает время сведения орудия, но в целом играется очень неплохо. Если вы привыкнете к тому, насколько долго она перезаряжается, то в целом сможете чувствовать себя в боях, как говорится, сухо и комфортно. Урон в 187, как сейчас, действительно пугает любого соперника. Мало кто может что-то противопоставить такому уронному орудию. Да, есть скорострельные тачки, но поверьте мне, все они будут вас бояться, когда вы будете в бой заходить. Знаете, почему он сейчас не вылазит? Ну, потому что он сейчас понимает, что в дыню получит наполовину своего ХП. И в целом, ребят, он не зря боится, потому что машина действительно очень бодрая, закрутить ее очень сложно. Сейчас не очень приятная игровая ситуация. Меня разобрали, это связано с тем, что я был сам. Но поверьте мне, даже за эти несколько выстрелов я нанес достаточное количество урона и хоть что-то, да, все-таки сделал. Сейчас досмотрим бой, возьмем тачку и зайдем еще раз. Со своих обзоров я никогда ничего не вырезаю, потому что в любом случае, даже если это низкоуровневый танк, я хотел бы, чтобы вы видели все таким, какое оно есть на самом деле. Кстати, вот сейчас мы видим СУ-76 и Коготь. Скорее всего, игрок покупал себе наборчик буквально недавно, когда именно с этим Камо машина выходила на продажу. Но, честно говоря, на третьем уровне Камо не особо там что-то решает, не особо там влияет на внешний вид, по большому счету. Все-таки на более высоких уровнях это чувствуется гораздо острее, а на низкоуровневых машинах, как правило, бой настолько быстро происходит, что вы даже не успеваете нормальненько налюбоваться ни на себя, ни на своих союзников, а уж тем более на своих соперников. Потому что весь ваш бой это такая себе мясорубка, в которой все куда-то мотаются и просто разносят друг друга в щепки. Кто кого быстрее разобрал, тот, в принципе, и победил. Ну что, досматриваем катку и будем заходить в следующую. Итак, друзья мои, победа всего лишь 545 единиц урона, знак классности третьей степени. Я никого не уничтожил, был один против двух соперников. Ну и понятное дело, что картонная ПТшка не могла выдержать такого натиска по определению. Что касается моей результативности, то обратите внимание, несмотря на то, что я практически ничего не сделал в бою, я умудрился попасть в средину списка в отношении количества нанесенного урона. А в основном, если вы будете жить в бою чуть более половины хотя бы боя, то можете смело рассчитывать на первое место в команде по урону даже в победном бою и даже если за вас в дальнейшем бой вытащил кто-нибудь из ваших союзников. Говорю к тому, что ДПМ у орудия крайне классный и за время боя вы делаете достаточное количество урона для того, чтобы приблизить победу своей команды. Как бы не смешно это звучало, но эта машина действительно результативная и действительно очень приятная. Не будем смотреть рекламку на КАМУ, нам сейчас не до этого, нам до того, чтобы взять сушку и зайти еще в одну катку. Ну что, давайте попытаемся реализовать нашу золотую ПТМ. Почему золотую? Потому что я считаю, что это действительно имба третьего уровня. Я действительно считаю, что это одна из лучших ПТшек песка. И я искренне рекомендую данную ПТшку для тех любителей низкоуровневых машин, которые не смотрят на танки исключительно как на способ достижения каких-то, не знаю, циферных показателей. Если вы относитесь к тем танкистам, которые любят заходить в песочные бои сугубо для того, чтобы пофаниться, и их не интересует, каким образом это повлияет на их статистику, или каким образом это отразится на доходности аккаунта в отношении серебра, то поверьте мне, данная ПТшка принесет вам исключительно массу позитивных эмоций. Практически каждый бой ваш, даже если он не будет победным, будет приносить вам исключительно улыбку. А мне кажется, что это самое ценное, что можно получать от любой игры, в какую бы игру вы ни играли. Обалденная альфа. Я бы не сказал, что только из-за альфы машина хороша, но кайф от того, что ты наносишь урона большинству машин на, грубо говоря, одну треть их прочности в целом, это действительно ничем не измеримо. Как сейчас БТ-7 повезло, что он успел буквально там на какую-то долю миллиметра довернуться, и таким образом не получил от меня пробития. Сваливает Т-77, я его понимаю, делал бы, наверное, то же самое, но от 130 единиц урона далеко не убежит. Как видите, СУ-76 и в песочных боях пользуется популярностью, потому что вот вам, пожалуйста, еще один представитель. Давайте обменяемся с ним уроном. Размен не в мою пользу, но всего лишь на 2 единички хп. Я думаю, что это не суть страшно. Ах ты наглец! Ну вот сейчас, ребят, была ситуация, которая показывает, что угол склонения орудия действительно у танчика оставляет желать лучшего. Мне пришлось подтянуться выше для того, чтобы добрать. Ну вот, опять-таки, не получилось. Но в любом случае, ребят, фан и веселье эта машина действительно может вам обеспечить. Я не буду досматривать бой до конца, просто потому что данные бои, это не попытка показать максимальный какой-то результат. Это просто попытка показать вам, как эта машина катается в обычных рандомных боях. И поверьте мне, она будет вас радовать, если вы ее себе когда-нибудь приобретете. Не обязательно сейчас за реальные деньги, возможно, будет потом предложение за голду. А может, кто-то и купит себе данную машину сугубо ради фана, потому что, по большому счету, ценник-то не очень высок, если мерять удовольствие деньгами, если это, в принципе, возможно. Плюс к тому, получите чуть более полутысячи киткоинов. Тоже, мне кажется, довольно немало, и поможет вам прокачать те машинки, которые сейчас есть в ротротопии. Что касается результативности, говорил, досматривать бой до конца не будем, но в итоге бой закончился гораздо быстрее. 680 единиц нанесенного урона. Что это по результатам команды? Сейчас попытаюсь показать. Вот вам, пожалуйста, практически ничего не делая, первое место в команде по урону. А теперь представьте себе, что эта машина может, если ее будут нормально поддерживать союзники, и если она сможет более результативно отбрасывать, стоя где-нибудь вдалеке. Ну, короче говоря, думаю, понимаете, к чему я клоню. Машина действительно классная. Машина действительно интересная. И если вы за то, чтобы видеть не только танчики 8 уровня и выше, то подписывайтесь на канал. У меня огромное количество новостей, которые публикуются, как только они появляются. У меня огромное количество обзоров, порядка уже тысячи видео есть на канале. И планируется еще больше всего. Кроме того, ребят, сегодня вечером состоится прямая трансляция. Вот, пожалуйста, рекламка, на которой будем разыгрывать особые пропуска на август месяц. И будем разыгрывать дни према. Плюс к тому разыграем одну из машин, список которых есть в описании к данному видео. Я побежал готовиться к стриму. Ну, а вас жду всех в гости. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Пока-пока.